Привет! Я Эльдар Тагиев, тренер по ораторскому мастерству, актерским технологиям, бизнес и общественным коммуникациям. Сегодня поговорим об аргументации, о техниках аргументации. Не буду убеждать вас, что без сильной аргументации нечего делать на конкурентных рынках, и что умение аргументировать пригодится и в жизни, и в учебе, и на работе, и в бизнесе. Никого в этом убеждать не надо. Истина в данном случае не где-то рядом, а буквально ломится в дверь с криками «Сделай это! Научись этому!». Что ж, давайте научимся это делать. Как и всякий навык, навык аргументации – это мускул. А мускулатуру надо тренировать. Тренировать с малого, небольшими нагрузками. Надеюсь, эти ролики по аргументации и убеждению станут удобным тренажером, и первые результаты вы увидите довольно быстро. Мне бы такое подспорье в то время, когда я только начинал. Самая простая аргументация, она состоит из тезиса и аргумента. Это тезисы, это утверждения, которые мы хотим донести до партнера по переговорам или до аудитории в нашем выступлении. Тезисы, они зависят от наших целей, от наших задач, от нашей темы. Тезис должен быть кратким, четким, ясным. Например, «Этот продукт высокого качества» или «Этот фильм нужно посмотреть» или «Это нужно купить». Тезисы мы произносим легко. Зачастую мы и говорим только тезисами. И убедительно смотрим в глаза, играем бровями, иногда подмигиваем. Как в выступлениях перед аудиторией, так и на переговорах. Если аргументов нет, будет повтор тезиса. Выступающий или переговорщик, он все время повторяет одно и то же. Происходит этот повтор. Буравит слушателя глазами и читает тезисную мантру. «Это нужно купить», «Это рекомендовано купить», «Сделай это». Аудитория гордо отказывается, удаляется, что-то невнятно бормочет. А почему? Да потому что аргументов нет. Итак, как нарастить базу аргументов? Кстати, встречный вопрос. А почему базу? Да потому что люди аргументируют по-разному. И воспринимают аргументы по-разному. Поэтому один аргумент, он нам не подходит. Для создания такой базы рекомендую потренироваться на решетках аргументации. Вот взгляните. По центру решетки располагаем тезис. Теперь проверим. Проверим наше умение быстро наращивать базу аргументов. Заполним оставшиеся 8 квадратов аргументами. Устроим целенаправленный мозговой штурм. Оценим, насколько нам удалось создать эти аргументы. Сделать их разноплановыми доводами. Например, это будет выглядеть вот так. Не оставляем пустых мест. Заставим себя подумать. Вспомним подходящие аргументы и запишем их. Так мы тренируем легкость их создания. Кстати, можно предложить сделать это же и коллегам, друзьям. Сравните аргументы. Поудивляйте. В выступлениях и переговорах приходится к совершенно неожиданным тезисам создавать аргументы. Причем, поверьте, аудитория ждет от нас фейерверка, череды блестящих аргументов. Фонтана, а не жалкого плевка в один худосочный аргумент типа... Потому что гладиолусы. Нет, гладиолусы нам не подходят. Следующее наше действие. Селективный отбор аргументов. Как в природе. Как говорил Черчилль, мне многого не надо. Я довольствуюсь лучшим. Решетка аргументов позволяет потренироваться и подготовиться по самым важным аргументам, в которых мы хотим убедить другую сторону. Но чаще, чаще всего для обычного тезиса нужны 3-4 самых высомых аргументов. Этого вполне хватает. Если вы возьмете больше, это может испугать вашего собеседника или аудитории. Человеческий мозг устроен так, что он воспринимает лишь 3-4 аргумента. Но эти аргументы должны быть точными, как выстрел. Раз, два, три. Но от силы четыре. Итак, у нас остаются с вами тезис и 3-4 самых сильных, по нашему мнению, аргументов. Начало убедительной речи положено. В следующем выпуске мы обсудим с вами, какие виды аргументов бывают. Потому что каждый из нас предпочитает определенный вид аргументов. И еще поговорим о том, в каком порядке их нужно расставлять. Найдем самые значимые аргументы. С вами был Эльдар Тагиев. Непременно подписывайтесь на наш канал. И не забывайте ставить лайк. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok